всем привет сегодня у нас будет обзор очередного таланта этот талантов не огненная защита многие хотели чтобы я сделал обзор именно на него ну чем этот талант хорош во первых он отражает атаку вашего противника которая проходит по вашим героям талант сам себя показывает хорошо уже начинает это семь восемь 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 пять восемь там или ниже он реально толку не приносит самый основной в минус он блокируется рисом то есть молчанка раз а блокирует талант и вся отражалка пропадает фактически у вас герои остается все равно что с просветом талантом где этот талант хорошо применять я применяю его на защите на атаке на любых по локациях потому что герой с таким талантом реально очень крутой кому хорошо его ставить это я вам сейчас покажу но героя которые у меня здесь стоят это одни из самых топовых с этим талантом например валентина у нее иммунитет к молчанке то есть по ней если будут бить всегда от нее будет отражалка эти хранитель там многие говорят вот у хранителя есть свой талант она режет причем тут это вопрос даже в простых ударах либо когда талант не работает огненная защита срабатывает очень хорошо те кто вкачал по моему совету хранителя с огненной защиты с защитой давно об этом не жалеют вальтор тоже топовый но такой вальтор идет только на атаку многие говорят не надо качать героев там согненная защита это говно еще раз говорю на атаке на битве гирля те кто вкачают вот такие вот таланты именно на атаку не на защиту потому что на защиту надо хороший психо щит для того чтобы был колдаун и срабатывание защиты от скилла ареса например то в атаке такие герои будут реально очень круто себя показывать многие уже видели моего рину с огненкой 88 как он просто сам разносит базы в забытой битве тот же самый капитан дрейк очень хорошо стоит против хранителя хранитель со своим там топом просто убивается от него точно так же в принципе на любом герои есть огненная защита они будут убиваться хорошо этот талантик ставить на танков потому что у них больше всего жизни есть прототип это ракушка но честно говоря огненка намного круче почему я вам попозже расскажу об этом в следующем видео так еще один нюанс есть многие там кричат такие как не знаю ролев что корка там огненная защита таланты с уклонением не сочетаются и либо там не сочетаются на определенных локациях реально если у вас герой созвездиями прокачан на уклонение и на нем будет стоять такой талант это еще лучше даже потому что во первых по вашему герою будут очень редко попадать а во вторых если будут попадать будут срабатывать огненная там допустим защита либо еще какой-то талант либо та же самая корка это скажем так двойной бонус потому что ваш герой будет бить будет дольше жить и плюс будет еще дополнительно наносить урон либо там отнимать энергию так побежали сейчас покажу сколько она дает на каждом уровне ну самый кайф скажем так это вовсе в 8 это 45 процентов от урона получаемого в рейде это очень заметно то есть в битве гильдий герои которые стоят на таблетках с огненной защитой имеют бонус защиты там 45 процентов поэтому урона намного меньше возвращается но все равно если вкачать там 6 героев с огненной защитой дальниками вас просто не смогут пройти только единственное если вас заблокирует аресом но если у вас будут герои вкачаны на уклонение молчанка ареса может просто не сработать либо у вас будут стоять психо щиты 5 8 дает 20 процентов отражалки но это мало даже если у вас там будут на каждом герои там 5 8 6 8 7 8 это не то надо собирать хотя бы минимум три героя и качать им 88 тогда будет видно результат побежали на осколочки покажу вам кому можно ставить такой талант ну на красу можно любой талант ставить и у меня такой на красе с огненной защитой честно говоря очень нравится тесса ну ей можно поставить но у нее срабатывание скилла на уменьшение урона поэтому неэффективно на анубисе точно также можно потестировать но будет не то сердцеедка не подойдет хранитель однозначно да это будет самый топовый ваш хранитель с огненной защитой на всадника можно ставить свободно у него тоже ему от рс а стоит ведьма однозначно нет вальдор это если у вас есть пара вальдора вы можете себе это позволить тоже очень хороший герой особенно на атаке медуза нет дракос нет одержимой у него жизни маловато да он себя будет отхиливать но все-таки ему этот талант не подойдет леди лео нет а валентина да если у вас есть валентина римочная можно сразу же делать огненную на допустим в топе там будут проходить она топ-100 топ-1000 такие герои реально будет очень круто смотреться так эти все герои нет горгул принципе можно поставить у него тоже жизни много на низких левелах там в топе понятно он не будет тащить на низких левелах будет тоже очень хорош драйку опять же если у вас есть там с бастионом с богом войны можете свободно прокачать еще одного на разницу вы сами увидите так ну эти нет нет ворожай ворожая можно поставить у него тоже имунка стоит но у него очень мало жизни поэтому его убьют очень быстро да в него там будут убиваться немного но я бы все же не советовал хотя можно попробовать потестировать но я вам сразу говорю такой ворожай долго не выстоит против таких же героев там либо аналогичных рину принципе кто видел видео тот уже себе поставил стрелку можно поставить я хотел сделать стрелка но честно говоря передумал у него тоже режется урон ну вроде нет разрухи можно поставить у меня одно время стоял тестировал ну как бы разруха вообще никем нигде не используется очень медленный герой но минотавр нет шапка нет паладин тоже нет ну тут все уже пошли магазинные герои им смысла ставить нет можно атлантикору по приколу поставить но это тоже как бы ничего не изменит хотя если вкачать ему как моего созвездиями там на жизнь плюс у него будет этот талантик он будет включаться еще в принципе будет тоже интересно ну в принципе все по этим героем все сейчас я вам покажу как у кого у меня стоит кого я буду докачивать так с тех кого видели можно черепу поставить но валентинку вы видели я и вкачал она была одна из первых на коме тестировал этот талант после чего я начал этот талант вкачивать вальтору вкачивать дрейку так вот у меня стоит на всаднике но я пока его не использую не качаю на малышейники тоже буду тестировать попозже на битве гильдии для того чтобы дальниками не могли пройти так хотел одно время на анубисе вкачать но вкачал здесь ракушку рино тоже видели на окрас возможно вкачаю вооружая ради теста выпадет поставлю прокачаем вот такой вот капитан дрейк реально очень круто смотрится если ему еще поставить утекание либо там утекание кубок будет очень хорошо стоять ну и вальтор тоже очень хороший герой с таким талантиком но это опять же для тех кто уверен в своих силах и кто любит потрошивать этот талант блокируется аресом поэтому если вы готовы потратить кулаки потратить там не знаю повторки героя честно говоря тратить талантик классный в принципе вот такой вот мини обзорчик пишите в комментариях какой следующий талант взять на обзор ставьте лайки подписывайтесь следующих видосиках будем снимать уже про атрибуты героев про созвездия кому что можно ставить куда применять принципе все все всем пока